Все на Олимпиаду! За две недели столицу зимних Олимпийских игр посетило порядка двух миллионов человек. На спортивные соревнования проданы миллионы билетов. Еще до завершения Сочинская Олимпиада признана в мировом сообществе самой масштабной и зрелищной за все время проведения соревнований такого уровня. За семь лет был отстроен новый спортивный город с развитой инфраструктурой. Под одним небом собраны островки культуры со всей России, один из которых Курень Славянского района, отражающий культуру и быт казаков. Подробности в следующем материале выпуска. Сочи. Станция Олимпийская деревня. Из объектива нашей камеры все смотрится немного иначе, чем в эфире центральных каналов. Ближе люди, ближе Олимпийские объекты. Сбор спортсменов и журналистов происходит практически у нас на глазах. Позади меня эпицентр работы журналистов. Спереди знаменитый стадион Фишт. Рядом Олимпийская деревня. Все действительно в шаговой доступности. Прямо у входа в Олимпийскую деревню гости из зарубежья организовали обмен значками. Разнообразные символы Олимпиады, прекрасный трофей и память об играх 2014. Памела Литц приехала в Сочи из США. Женщина уже побывала в некоторых городах России и даже успела выучить несколько слов на русском. Впечатление об Олимпиаде – самое яркое воспоминание в жизни, делится Памела. Даже несмотря на то, что я почти не говорю на русском, они практически не знают английского, но они все равно стараются помочь, настолько, насколько могут. Волонтеры замечательные. И только посмотрите, какой прекрасный день. Море рядом, снег на вершинах гор. Какое это красивое место. Более 12 тысяч иностранных и российских журналистов работают в главном медиа-центре Сочи 2014. Для них в холле-центра создан уголок кубанского гостеприимства. Казачки приветливо встречают гостей, знакомя с особенностями местного колорита. Мы предоставляем возможность здесь отдохнуть. Находятся диванчики, столики, поговорить, пообщаться, выпить чай. У нас работает не такая устойчивая гостеприимство. И чай с бубликами можно отдохнуть, провести время. Кубанские казачки ежедневно разливают до полутора тысяч литров этого замечательного напитка. А уж сколько баранок, пряников, меда идут на щедрое угощение, даже не считают. Лишь бы на здоровье. А рядом с медиа-центром знакомый и всеми любимый курень Славянского района. Это музей казачьего быта под открытым небом, в котором гостей Олимпиады ждет вкусная кубанская кухня, творческая программа и соприкосновение с уникальным казачьим бытом. Курень имеет свое огромное значение, потому что, приехав сюда, иностранцы в основном смотрят на спортивные соревнования, берут интервью у спортсменов и хотят понять душу Кубани, душу России. У нас много знаменитых гостей уже побывало. Это и дикторы, ведущие дикторы спортивных соревнований, это и известные артисты. Концертная площадка Куреня радует гостей музыкальными подарками. Выступают коллективы нашего района «Самородок» и «Рушничок». Поют наши артисты и на творческих площадках, организованных по всему Сочи. Вместе с другими коллективами и популярными артистами российской и зарубежной эстрады они создают олимпийское настроение. Все, кто хотя бы раз посетил гостеприимные олимпийские Курени, бывают здесь как постоянные добрые друзья. И зимние игры в Сочи вспоминают не только из-за зрелищных соревнований, но и благодаря радушию хозяев Олимпиады, жителей Кубани. Рузана Ефремян, Георгий Калинин, программа «События».